В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Дороги там поделали по этим отводным каналам. В воде уходить некуда. Борьба с паводком. В скором времени специалисты Кубань ввод проекта начнут топогеодезические изыскания плавни реки Анапка. Бумаги срываем, они стали писать баллончиками. Осторожно, спайс. Наркоторговцы находят новые способы распространения смертельно опасных смесей. Чтобы получить навыки общения в коллективе. Первоклассник, у тебя скоро праздник. С 1 февраля начнется прием документов, что для этого необходимо. По документам, небольшой частный дом, а на деле двух, а то и трехэтажная гостиница. Нецелевое использование земли стало причиной серьезных экологических проблем. Системы водоотведения не справляются с нагрузками, однако это не беспокоит некоторых недобросовестных предпринимателей. Сегодня на заседании муниципального совета депутаты предложили максимально ужесточить меры в борьбе с незаконным строительством. Экологическая ситуация на курорте – одна из главных тем обсуждения на заседании муниципального совета. Чистота моря и водоемов напрямую зависит от количества гостиниц. Межрайонный прокурор Анапы озвучил некоторые цифры. Так, в прошлом году поступило более 30 жалоб на нецелевое использование земли. Как правило, предприниматели получали разрешение на строительство частного жилого дома. Вот здесь, когда мы рассматривали вопросы ЖС, да, то есть, да, есть законодательство, да, можно строиться по уведомлению. Но в конце что мы получаем? Мы вообще ничего не знаем, кто, кто, где, как начал строиться. Он пишет там, скважина, сырки, все, приходится разрешением на строительство, у него уже этаж стоит. Теперь администрация курорта не будет рассматривать уведомления о планируемом строительстве или реконструкции частных домов в муниципальном образовании, если их нельзя подключить к системе водоснабжения и водоотведения. Совместно с прокуратурой они будут выявлять нарушителей и принимать жесткие меры. СУКО – это первоочередная наша задача, ну а там, по ходу, мы займемся и незаконными выбросами в Витязеве, в Лиман, а также в Станице Благовенческой. Вот это три наших приоритетных направления. Конечно, не останется без внимания и город Комарт-Анаб. Не обошли вниманием депутаты и вопросы патриотического воспитания. В рамках месячника оборонно-массовой работы пяти общеобразовательным учреждениям присвоили имена героев. В рамках проекта шестая школа была названа именем Дмитрия Калинина, шестнадцатая – генерала-фельдмаршала Ивана Гудовича, а школа Станицы Анапской – Виктора Амелькова. В конце прошлого года имена героев были присвоены пяти общеобразовательным учреждениям. Когда президент получал нам грамоту города воинской славы, он сказал, что это дань и признание подвига всех поколений, и анапчан, и всех, кто сражался на этой земле за свободу и независимость Анапы. В составе администрации произошли кадровые изменения. На должность начальника управления капитального строительства депутаты утвердили кандидатуру Николая Трофимова. Никита Бойко, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Достигнута договоренность о проведении топогеодезических изысканий по уровням и высотам плавней реки Анапка, а также проектирование работ по очистке дренажных каналов. Займутся этим специалисты Кубаньвод проекта. Накануне в администрации города-курорта прошла встреча с представителями этой проектной организации. Напомню, что в начале января из-за осадков возникла угроза подтопления ряда домовладений в станице Анапской и хуторе Чембурка. Был создан оперативный штаб под руководством Юрия Полякова. Проведены масштабные работы по расчистке русел рек. По поручению главы курорта специалисты приступили к детальному изучению паводковой обстановки и, самое главное, к выработке мер по предотвращению подобных ситуаций. Буквально вчера на общегородском планерном совещании Юрий Поляков одним из приоритетных направлений работы назвал расчистку водоотводных каналов на Пионерском проспекте. Сегодня мы находимся в таком положении, когда в любой момент Анапа может опоплыть, и весь Пионерский проспект, да? Отводные каналы не просто засыпаны, а засыпаны конкретно, и дороги там поделали по этим отводным каналам. В воде уходить некуда. Сегодня она уходит в одном месте, только через речку Анапку. Все остальное никуда не уходит. Почему на них появились дороги? Почему они засыпаны? Почему в этих отводных каналах кто-то строит там ФС-ки складывают? Не зря же их строили там 30, 40, 50 лет назад эти каналы. Люди знали, что в случае подъема там воды, паводков каких-то, эти каналы работают как уводящие воду. Их взяли, засыпали, теперь все. Малейший дождь, непогода, начинаем подплывать, начинаем подплывать. Заниматься этим, это приоритетное направление. Усилить работу по ликвидации каналов распространения наркотических веществ такую сдачу поставил глава города Юрий Поляков. Этим сегодня активно занимается полиция, городская антинаркотическая комиссия, общественники и волонтеры. Тем не менее, на фасадах зданий регулярно появляются объявления о продаже курительных смесей и так называемой соли. Их срывают и уничтожают. Но наркоторговцы придумывают все новые способы распространения. Вместе с общественниками в дневной дозор вышел наш корреспондент Руслан Душевский. Утро координатора деятельности органов ТОС микрорайона Восточный Натальи Ключниковой начинается с обхода территории. Еще вчера на улице Чехова общественниками были сорваны объявления и закрашены надписи о продаже наркотических средств. А сегодня начинается все по-новому. Свежие метки появились минувшей ночью. У нас взаимодействие с администрацией идет. У нас есть отдел по взаимодействию с органами ТОС. То есть есть куратор нашего микрорайона 12-го Восточного округа. Мы, значит, девочки это все фотографируют обязательно. Пишем адреса, фото, типа как фотоотчет. Пишем, типа как служебку. Это отправляется все в отдел. Распространители так называемых солей и спайсов выбрали новую тактику под безобидными на первый взгляд объявлениями «Оказываем помощь наркозависимым», также скрываются наркодельцы. Но если раньше они клеили объявления на столбах и мусорных баках, то теперь листовки расклеиваются на высоте 3-4 метров. Сорвать эти объявления без лестницы просто невозможно. И такими объявлениями оклеены дома на улице Чехова. На Стахановской аналогичная ситуация. Минувшей ночью здесь тоже появились новые надписи и листовки. Приглашение своего рода наркотиков. По-другому не скажешь. Потому что эти все раньше писали бумагами, мы их срывали. Теперь они поняли, что мы бумаги срываем, они стали писать баллончиками. А баллончики не так, то просто его и отмыть. Как утверждают очевидцы, расклещики подобных объявлений всегда работают в паре глубокой ночью. Работа по предотвращению таких действий будет усилена. На подмогу общественникам по поручению главы Анапы придут и управляющие компании. В случае, если вы стали очевидцем, просьба незамедлительно позвонить по телефону 8-861-33-468-82 или 02. Руслан Душевский, Анапа, регион. В Анапе на четверть сократилось количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Не было зафиксировано ни одного конфликта на межнациональной почве. Эта информация была озвучена на рабочей группе по противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности. Совещание провел заместитель главы Анапы Валерий Королев. В работе приняли участие представители полиции, ФСБ, Следственного комитета, службы судебных приставов, Общественного совета казачества и главы сельских округов. Участники рабочей группы подвели итоги прошлого года и поставили задачи на текущий. Необходимо укреплять имидж курорта. Анапа в прошлом году вошла в топ самых безопасных городов России. Собравшиеся отметили, очень важно то, что работа в борьбе с нарушениями миграционного законодательства пользуется поддержкой общественности. Первоклассник, у тебя совсем скоро праздник. С 1 февраля начнется прием документов от родителей. До сентября дети имеют возможность пройти подготовку в нулевом подготовительном классе. Родители выбрать педагога. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, открываем нашу книгу. Будущих студентов называют абитуриентами, первоклассников – подготовишками. Задача нулевого класса – не только научить детей писать и считать, но и адаптироваться к школе. Павел Щукин – преподаватель истории с 8-летним стажем. Но даже он на урок нулевого класса идет каждый раз, как в первой, с сыном Мишей. Чтобы ребенок социализировался, чтобы он был готов к определенным требованиям, которые в первом классе будут. Чтобы он понимал распорядок дня, чтобы он мог, ну, распорядок урока, да, чтобы он мог 20-30 минут спокойно посидеть. Наталья Донцова – учитель начальных классов. Подготовительную группу ведет с октября по май. Подготовка идет 8 месяцев. Уроки сокращенные – 30 минут. Есть перемены. Мы занимаемся цифрами, буквами. Здесь очень интересно. Нам учат читать, писать. Эти курсы, я считаю, очень нужны для ребят дошкольного возраста, особенно для тех, кто не посещает детский сад, чтобы пройти предадаптационный период для школы, чтобы получить навыки общения в коллективе, научиться разговаривать, изучить буквы, ну, как бы вообще просто работать в коллективе командой. Информацию о том, за какой школой закреплен ваш дом, можно узнать на официальных сайтах школы или управления образованием Анапы. Стандартный набор документов, паспорт и заявление родителя, свидетельство о рождении ребенка, справка из территориального органа или управляющей компании о том, что школьник проживает на закрепленной территории. В прошлом году у нас было зачислено 2 963 ребенка. Детей в этом году действительно будет много, и мы думаем, что их будет больше, чем в предыдущем учебном году, потому что у нас появилось много нового жилья, у нас приезжает много людей из других территорий, все они приезжают со своими детьми, и все, конечно же, имеют право на обучение. Обучать мы должны всех, независимо от того, где проживает ребенок. На данный момент в Анапе 29 муниципальных школ, в том числе две муниципальные гимназии и два частных учебных заведения. Но в шество этого года начальная школа на 400 мест откроется в пристройке к 6-й городской школе уже в этом году. Планируется строительство образовательного учреждения на улице Спортивная, 35. Подавать документы для зачисления первоклассников можно с 1 февраля по 1 июля этого года. Вопросы можно задать по телефону горячей линии управления образования 4 66 41. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Все выпуски новостей на нашем сайте anaparegion.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова